Поселение района готовится к 9 мая. Весь апрель безопасность детей будет под особым контролем сотрудников ГИБДД. Славянские паралимпийцы приняли участие в чемпионате России по плаванию. Об этом и многом другом смотрите в нашей рубрике Телетайп новостей. На территории Славянского района 54 памятника военной истории, 37 братских могил. Традиционно в преддверии празднования Дня Победы все объекты историко-культурного наследия обновляются, ремонтируются, благоустраивается прилегающая к ним территория. Во многих поселениях района работы уже завершены. Памятники и братские могилы приведены в порядок. В поселках Голубой Ниви и Целинном ведется строительство двух памятных знаков советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Сейчас идут отделочные работы. Они будут выполнены до конца апреля. На театральной площади города прошел открытый инструктаж нарядов комплексных сил полиции ОМВД России по Славянскому району, заступающих на службу по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан. Руководители служб полиции проверили внешний вид личного состава, знания отдельных статей Федерального закона о полиции, наличие служебных удостоверений, специальных жетонов и нагрудных знаков. В ходе инструктажа сотрудникам полиции была доведена информация об оперативной обстановке на территории обслуживания, даны ориентировки на разыскиваемых граждан. На территории района проводится профилактическая операция «Внимание, дети!». В этот период маршруты патрулирования нарядов ДПС будут максимально приближены к объектам транспортной инфраструктуры и местам массового пребывания детей. Личный состав госавтоинспекции будет нацелен на применение максимальных мер административного воздействия в пределах санкций, предусмотренных действующим законодательством, к водителям транспортных средств за неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а также за грубые нарушения правил дорожного движения. Операция продлится до 10 апреля. В Краснодаре завершился чемпионат России по плаванию среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. За победу боролись более 250 спортсменов из 40 субъектов России. В составе сборной команды Краснодарского края выступали спортсмены Славянского района Наталья Павлюкова и Михаил Латков. Наша землячка Наталья Павлюкова стала серебряным призером на дистанции 50 метров в дисциплине «брас». С 1 апреля стартовал весенний призыв в армию. В 2019 году войска и воинские образования призовут 135 тысяч новобранцев. С 16 мая начнет работу горячая линия по вопросам призыва граждан на военную службу. Телефоны 8-495-498-96-96, 8-495-498-96-97 и 8-495-498-96-98. Прямая телефонная линия будет работать во вторник и четверг с 10 до 12 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова